Привет всем, с вами Андрей, команда Q.RU и мы сегодня снимаем новый топ лучших смартфонов по нашему, не скромному конечно же мнению, до 30 тысяч рублей. Сейчас в конце 2020 года подобрали лучший список смартфонов, вы можете с ним быть согласны, не согласны, все ждем в комментариях, конечно же, и там под этим видео, и в комментариях в том числе будут ссылки на покупку этих самых смартфонов в магазине Q.RU по приятненьким ценам. Перейдите по ним и лишний раз убедитесь, что они будут приятные. Ну и как обычно, если останутся вопросы, я готов на них отвечать. Давайте мы, собственно, не будем долго затягивать лучшие смартфоны на вычинае. Это Realme X3, версия SuperZoom, как называется, но вообще Realme X3 просто. Если кто не знает, Realme это достаточно новый для России бренд, но принадлежащий очень крупной компании Oppo, который входит в топ-3 в мире. И вот именно X3, Realme X3, это тот смартфон, который действительно приятно видеть еще в сегменте до 30 тысяч рублей, потому что он имеет очень мощный процессор. Это Snapdragon 855, топовый, хотя и прошлого года, но топовый. И в этом году он сорно остается очень быстрым. У него очень неплохой дисплей с повышенной герцовкой. У него очень-очень годная за свои деньги камера. И очень-очень, очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень быстраая зарядка, что очень актуально. Действительно, смартфон быстро работает, быстро заряжается и хорошо фотографирует. Немножко, вот пожалуй, что единственный серьезный такой минус для него, это, ну, прямо для меня лично, допустим, это безликость. Действительно, он похож и на всех, и ни на кого, и на себя. И вот как бы такой... Я уже не помню, как он выглядит, честно говоря. То есть, это, конечно, я бы все-таки занес ему минус. Но, честно говоря, во всем остальном, смартфон действительно очень-очень неплох. Поэтому смело можно рассмотреть в этом сегменте. Это действительно одно из самых сильных предложений, которые сейчас можно найти. Ну и да, ребята, конечно же, напоминаю, что у нас совсем скоро состоится розыгрыш одного очень крутого смартфона. И участвовать в этом розыгрыше очень просто. Под этим видео вам нужно оставить комментарий, быть подписаны на нас и поставить нам лайк. Я напоминаю, что для того, чтобы вы увидели, что вы на вас действительно подписаны, в настройках не забудьте открыть свои подписки. Ну и, конечно, удачи всем. Следите за нами. Скоро все будет. Процессор это Snapdragon 865, хотя разницы на самом деле сильно нет. Оба очень крутые. Стоит камера с оптической стабилизацией, тоже очень-очень неплохая. И при этом выглядит достаточно интересно. Действительно, пока и в Допро, наверное, даже в каком-то смысле, наверное, будет топ-1, если найти вот до 30-очки среди смартфонов, которые сейчас, конкретно в 2020 году, можно приобрести. Хотя следующий аппарат тоже очень крутой, и у него есть, правда, нюанс. Называется этот смартфон Honor 30. Действительно, объективно, минус к этому смартфону можно привить только один за эту цену. Это отсутствие Google сервисов. К сожалению, действительно, вот санкции попали, но без них, в принципе, можно изменить. Сейчас, конкретно в 2020 году, к концу 2020 года, могу сказать, что использование сторонних магазинов приложений, в принципе, отменяет необходимость использования, как это на Google Play. YouTube тоже можно поставить, причем можно поставить YouTube в ONCEG без рекламы. Как же меня задолбала двойна рекламы на YouTube. Мать его, просто твою мать. Но при этом, помимо отсутствия Google сервисов, здесь все-таки есть весомые плюсы. Смартфон действительно очень нравится мне, как выглядит. У него отличный дисплей, у него отличная камера за свои деньги. Хорошая производительность, Kirin 985, отличная автономность. Действительно, смартфон, ну, не фантастически хорош, да, то есть это не флагман. И, допустим, тот же самый Honor 30 Pro Plus, который большой, он, конечно, будет покруче. Там совсем крутая камера, там просто вау, вау, там, конечно, и процессор покруче. Но, тем не менее, за свои деньги Honor 30 тоже, пожалуй, что один из тех устройств, которые можно однозначно обратить внимание, в том числе, если вдруг у вас, например, сейчас Huawei, и вы думаете его сменить. Ставите на компьютер HiSuite программку, и она у вас перекачивает все приложения старого телефона в новые, вам вообще ничего не нужно делать. Очень крутая штука, действительно рекомендую пользоваться. Ну, ладно, все по китайцам, да по китайцам какими-то, куда мы без Samsung деваемся. На самом деле, у Samsung в этом году в сегменте в среднем у класса два очень мощных представителя, хотя являющиеся пленцами братья. Мы говорим про Samsung Galaxy A71 и Samsung Galaxy M51. Смартфоны идентичные по многим показателям. Одинаковые дисплеи, огромные AMOLED, одинаковые процессоры, хороший Snapdragon. Опять же, одинаковые камеры и тоже очень-очень годные на своем уровне. И 4K снимают, стабилизация какая-то есть, не оптическая, правда, электронная. Но, действительно, смартфоны просто вот по совокупности очень-очень хороши именно тем, что на невысочайшем, опять же, да, то есть там нету суперпроцессора, там нету суперкамера. Но это Samsung, это стабильная прошивка, это отличный дисплей AMOLED, это хорошая производительность, все-таки достойная и нормальная камера. При этом M51 вообще вышибает просто всех конкурентов по части автономности, потому что имеет батарейку на 6000 мА, что с AMOLED и со Snapdragon дает просто дикую автономность. Смартфон можно не заряжать там по 3-4 дня и при этом стоит не так дорого. То есть, действительно, допустим, у него нет такой дикой производительности, как у Realme, как у Xiaomi. У него нет там электрической стабилизации, но это смартфон, который просто работает и делает это хорошо и стоит непотрясающих денег, при этом имеет приятные вещи. А различий особых между A71 и M51 сильных нет на самом деле. Там надо посмотреть, если вам так важна автономность, то посмотрите на M51. Если хотите дизайн и более тонкий и легкий смартфон, посмотрите A71. Разница в цене между ними небольшая, оба смартфона стоят в основном в 30-точки. Лично мне ближе A71, он тоже живет хорошо и при этом есть в M51 немножко выпилены какие-то функции программные, которые есть в A71. Не критичные, но все-таки A71 в личный миллион, например, немножко попредпочтительные. Ну а так решайте сами. До 30 тысяч рублей на самом деле много чего можно купить и, опять же, один из смартфонов, который можно совершенно спокойно поручиться. И он выделяется на фоне остальных некоторыми приятными штуками. Это Realme 7 Pro. Смартфон небольшой, смартфон с очень быстрой зарядкой, которые сжижаются чуть больше получаса от 0 до 100%. То есть, действительно, полчаса. При этом смартфон, опять же, имеет хороший процессор, неплохую камеру, отличный дисплей и как бы все отлично работает. Что за эти деньги еще надо? При этом он стоит ближе к 20-точке обычно, чем к 30-ти. Поэтому, однозначно, на смартфон тоже можно обратить внимание. Да, он попроще по многим показателям, чем тот же самый старший брат Realme X3, например. Но он меньше его и при этом не сильно хуже фотографирует и быстрее заряжается. Так что, как ассортиментное предложение Realme 7 Pro, пожалуй, что тоже можно однозначно причислить к лучшим смартфонам до 30 тысяч рублей. И это факт. Что же касается Xiaomi, то здесь на самом деле еще есть две модели, которые тоже можно в сегменте до 30 тысяч рублей перечислить. Одна и та же уходящая Xiaomi Mi Note 10 Lite. И да, действительно, линейка Mi Note 10 в принципе сейчас закрывается совсем. То есть, они сначала закрыли Mi Note 10 и Mi Note 10 Pro, выпустили Lite порезанный. Сейчас и с Lite тоже, скажем так, производство остановлено, только остатки остались. Тем не менее, остается очень интересным смартфоном по соотношению цена-качество. Имеют красивый изогнутый дисплей с AMOLED. В изогнутости, правда, есть свои минусы. Я в курсе. Но, тем не менее, выглядит это эффектно. Имеет неплохой процессор. Это Snapdragon 730G. Опять же, оперативной памяти много. И неплохая, очень-очень неплохая камера. На самом деле, в принципе, смартфон тоже является таким очень-очень крепким смартфоном. Не дотягивает. Будем откровенно, сильно не дотягивает до того же самого POCO F2 Pro. Здесь нет оптической стабилизации. Процессор послабее. Опработка. И как бы, ну, изогнутый дисплей на любителя. Но, в принципе, за свои деньги тоже очень-очень годный девайс. Особенно с учетом, что можно прошить его на кучу разных прошивок. Ну, как и остальные смартфоны от Xiaomi. Это и один из их важных плюсов. Снести нахрен никому не нужно. MIUI мерзкий, отвратительный. Ладно, я шучу. Ну, и, конечно же, Xiaomi Mi 10 Lite без приставки Note. Фактически, он является копией, опять же, того же самого Mi Note 10 Lite. С процессором уже, правда, Snapdragon 765. Уже помощнее. И с плоским дисплеем. Также имеем и неплохую камеру за свои деньги. И AMOLED дисплей. И, опять же, неплохую автономность. Это, вот, пожалуй, такой классический Xiaomi. Уже не двадцаточка, вот, который там обычный IPS дисплей. Какие-то непонятные дизайны. Во всем Xiaomi непонятный дизайн. Ладно. Какие-то классические дисплеи, там, вот, какие-то дешевые процессоры. Вот у нас уже и процессор хороший, и экранчик хороший, и камера вроде как. Но не топ. Ну, как бы и стоит приятно. Поэтому Xiaomi Mi 10 Lite и Mi Note 10 Lite. Пожалуйста, обращайте смело внимание. Оба смартфона очень-очень неплохие за свои деньги. Но определенные доработки напильника могут потребоваться. Это важно. Когда мы говорим про сегмент 30 тысяч рублей, то я предполагаю, что, допустим, лично я был бы готов потратить не 30 тысяч рублей, но 28, 29. И, в принципе, можно за хороший, действительно хороший аппарат выложить и, наверное, ну, 32 или 33. Но не больше. Так вот, в этом сегменте, в принципе, можно найти еще два очень классных аппарата. Очень крутых аппарата. Первый это Samsung Galaxy Note 10 Lite. Этот смартфон для меня стал откровением, когда Samsung решила выпустить вместе с S10 Lite, но тот подороже. Но мне больше понравился именно Note 10 Lite, потому что смартфон получил железки от прошлогодних флагманов. Получил корпус дешевый и получил стилус. Стилус – это действительно очень весомое преимущество Samsung, именно Note-линейки, потому что он дает множество дополнительных очень классных возможностей рисовать, учиться рисовать, записывать что-то на выкрученном дисплее. И при этом Note 10 Lite сам по себе – это мощное устройство с хорошей камерой, с хорошей батарейкой и с огромным дисплеем, с огромным качественным AMOLED дисплеем. Поэтому это тот смартфон, который действительно можно рассмотреть, смело рассмотреть, причем Samsung, смело рассмотреть как лучшим представителем этого сегмента. Poco F2 Pro, Realme X3 и в чем-то даже Samsung будет предпочтительнее. Причем разница в цене небольшая. Вы доплачиваете несколько тысяч рублей, получаете стилус, получаете Samsung DeX, получаете камеру. В общем, смело обращайте внимание. Наверняка многие забывают про этот смартфон, но сейчас у него очень классная цена. Galaxy Note 10 Lite. Однозначный лайк. И последний. В списке сегодняшнем – это смартфон компании OnePlus Nord. Вот, да. Тоже смартфон сейчас конкретно, вот сейчас, в момент съемки этого видео, стоит чуть-чуть дороже, там, 30-точки, по-моему, там, 31-что или что-то такое. Вот. Но 30-точка. И да, это немножко полезная, типа, лайт-версия. Но OnePlus на фоне всегда всех остальных производителей, мне лично больше всех нравился тем, что они делают, может быть, не сильно дешево, не самый-самый-самый топ, но они делают штуки, которые просто берешь в руку и такой, а мне больше ничего не надо. Вот OnePlus Nord – это тот самый вариант. OnePlus Nord – обычный смартфон, действительно, очень крепкий, в районе 30 тысяч рублей. Хороший процессор, хороший дисплей, хорошая камера. Не отличная, но в эти деньги это тот аппарат, за который просто взял и забыл. Он работать будет быстрее всех, он будет работать стабильнее всех. Ну, на этом процессоре, конечно, да, то есть 865-й будет побыстрее. Но, в принципе, это тот аппарат, опять же, вот, который взял и забыл. Вот, действительно. Про прошивки, про камеры, про все наслаждаешься. Поэтому OnePlus Nord тоже можно посмотреть. Понятно, что в этом сегменте где-то можно найти по каким-нибудь акциям, где-нибудь у вас завалялся в какое-нибудь LWM-видео, в чите, какой-нибудь Galaxy S10. Последний, вот самый последний. Он стоял на витрине 5 лет, он стоял на витрине, его лапали, и вот они его продают за 30 тысяч рублей. Я эти варианты не рассматриваю. Я рассматриваю те варианты, которые могут купить множество покупателей и действительно могут купить у нас, допустим, или где-нибудь еще. И эти те смартфоны, за которые вот я однозначно поручусь. Их много. Действительно, вот, если до 20 тысяч рублей я могу еще назвать две модели, которые я лично однозначно предпочел бы, то вот в сегменте до 30 тысяч рублей смартфонов таких много. Действительно, вот, однозначно даже победитель, вот, чтобы я бы себе купил из этого сегмента, вот я смотрю себе на этот список такой, да я бы все-все купил. Действительно, вот я спокойно себе бы взял и Realme X3, и Honor 30, и Poco F2 Pro, и OnePlus Nord, и Realme 7. Ну, то есть, спокойно. Я спокойно могу купить этот смартфон сам себе и пользоваться. Я бы, этот выбор был бы сознательный. Именно, и заходя из этого, я составлял этот список. Если вы с чем-то не согласны, то я буду рад, если вы меня что-то поправите, и это будет критика обоснованная. Ну, и в любом случае, всем вопросам и поправкам буду рад. На этом, пожалуй, что все. Еще раз посмотрите, сколько стоят все перечисленные смартфоны по ссылкам под видео в магазине YouTube.ru. Ну, и, конечно, подписывайтесь, ставьте нам лайк. С вами был Андрей, Kuk.ru. Пока.